Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. О семье. Часть 3. Мы в долгу отцов, родивших нас, но у отцов, хорошо воспитавших и наставивших нас в благочестии, мы в гораздо большем долгу. Лучше человеку не родиться, нежели родиться и быть в вечной гибели. Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их за проступки. Но после, когда дети вырастут и будут безнравственны, такие родители скоро сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, пока они были малы. Ненаказанные в юности, в зрелости остаются, как кони необъерженные и дикие, ни к какому делу не пригодны. Поэтому христианин, люби детей своих по-христиански и наказывай их, чтобы стали исправными и добрыми. Тихон Задонский Уважающий мать свою, как приобретающий сокровище, почитающий отца, будет иметь радость от детей своих, в день молитвы будет услышан. Пишин, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Уважающий отца будет долгоденствовать. Милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благосостояние твое умножится, как лед от теплоты, а разрешатся грехи твои. Книга Сирахова, 3 глава, 4 стих. Исход, 20 глава, 12 стих. И книга Сирахова, 3 глава, 9 и 14 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Послание к Ефесянам, 6 глава, 1 стих. «Если же они повелевают противное Слово Божие, того ни в коем случае нельзя слушать, поскольку нравственно более должно быть почитаемое Божие повеление, чем родительское Тихон Задонский. Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Разводиться – дело противное, как природе, так и божественному закону. Как во время болезни мы не отсекаем члена больного, а исцеляем его. Так будем поступать и с женою. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени. Златоуст. Вступившим в брак настолько труднее спасаться, как бежать со связанными ногами. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице. Утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серною. Груди ее доуповают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления. И от множества безумия своего теряется. Книга Причи Соломоновых, 5 глава, с 15 по 23 стихи. Так должны мужья любить своих жёлк, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от кости его. Посему оставит человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Послание Ефесянам, 5 глава, с 28 по 31 стихи. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Первое послание Ефесянам, 4 глава, 3-5 стихи. «Не женатый заботится о Господнем, как угодить и Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 32 стих. «Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Многие погибли из-за женщин. Не будьте рабами скверных ниже естественных страстей, непостыдных похотений, столь мерзких перед Богом». Антоний Великий. «Блудная брань усиливается от пяти причин. От празднословия, тщеславия, многого сна, От склонности к красивой одежде, От пресыщения. Алва Исаия. «Если тебя борет блудная страсть, Удручай тело подвигами, Со смирением припадая пред Богом, И обретешь покой. Непрестанно удручай себя бдением, Голодом и жаждой, Смиряясь пред всеми. Алва Исаия». «Искушения этого греха сильны, И ничто не волнует так юношеского возраста, Как эта страсть. Поэтому оградим юных отовсюду советами, Увещаниями, Страхом и угрозами. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, То смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не воспрещает никакой закон, Где блуд, Там обитает дьявол. Блуд угодовляет для нас Вечный и неугасимый огонь. Иван Златоуст. «Может ли что быть соблазнительнее, Как видеть христианских жен, Которые являются публично разодетыми И разрумяненными подобно блудницам?» Тертулиан На брачующихся полагаются венцы на главах В знамения победы, Что они, Непобедимые страстью до брака, Таковыми приступили к брачному ложу. А если кто был, Быв уловлен сладострастием, Отдал себя блудницам, То для чего ему побежденному Иметь и венец На главе своей Златоуст. «Мать составляет славу детей, Жена мужа». Святой Климент. Святой Киприан говорит, Что украшения женщин Обезображивают их И оскорбляют Бога. Христианки не красили волос И не подкрашивали щек и бровей, Не употребляли благовонных мазей. Бог смотрит на внутреннее, А не внешнее. Что делать, Если она будет скромна и тиха, А он дерзок, подозрителен, Сердит, будет сильно надмиваться, Как вынести ей такое унижение и притеснение? «Терпи, — говорит апостол, — Все это рабство, Ибо тогда только Ты будешь свободна, Когда он умрет. Против тебя Муж поднимает войну жена. Тебя входящего Встречает она, как зверь, И заощряет язык свой, Как меч. Горестное обстоятельство, Что помощница Стала врагом. Но испытай самого себя, Не сделала ли ты Сам чего-либо В молодости Против женщин? И вот Рана нанесенная Тобою женщине Врачуется женщиной, И язву чужой женщины Как хирург Выжигает собственная жена. Жена злая Будет дана мужу грешному, И дана будет, Как горькое противоядие, Которое иссушает Худые соки грешника. Златоуст Мужу бить жену свою Это крайне бесчестно. Не только для того, Кого бьют, Но и для того, Кто бьет. И вам, Жены, И вам, Мужья, Говорю, Сохрани вас Бог От такого греха, Который бы доводил Мужа до необходимости Бить жену. Такого мужа, Если только можно Мужа назвать, Если только можно Назвать его мужем, А не зверем, Я оставлю наравне С отцей убийцу И матери убийцу. Когда соседи, Проходящие, Истекаются, Как бы, К жилищу некого, Зверя внутри Лого пожирающего Свою добычу. Если после многих Опытов узнаешь, Что жена твоя Не исправилась И упорно держится Своих обычаев, Тогда не изгоняй ее. Искорени Из ее мысли Слова Мое, Твое. Если скажет она Это мое, Скажи ей, Что такое твое. Я не знаю этого И не имею ничего Собственного. Как же ты Говоришь Мое, Когда Все твое. В отношении Ко всем женщинам Муж должен Вести себя так, Чтобы не возбуждать Ревности В своей жене И избежать Всякого Подозрения В неверности. Эпитемия Наказание За блуд 4-7 лет. За прелюбодеяние Женатому 7-15 лет. Прелюбодействовавший 5 на 10 лет Да не приобщается Святых Тайн. Распределение Распределение Женатому 5 на 10 лет Для него Следующее. 4 лет Да будет Он Плачущим 5 Слушающим Писания 4 Преподающим 2 2 Два Достоит С верными Без Приобщения Блудник 7 лет Да не Причастится Святых Тайн. 2 Лета Да плачет 2 Да слушает 2 Да преподает Идина Лета Только Достоит С верными Восьмое Да пущен Будет До Святого Причастия. Правила Великого 58 59 77 Если Жена Прелюбодействовала И кто Либо Прелюбодействовал Таковым Надлежит В 7 лет Прийти В совершенное Общение По степеням К тому Ведущим Кирский Собор 20 Правила Жена Оставившая Мужа Если Пойдет За Иного Есть Прелюбодейца По Священному И Божественному Василию Который Весьма Прилично Из Порочества Иеремии Привел Сие Если Жена Будет Мужу Иному Не Возвратиться К Мужу Своему Но Осквернением Осквернена Будет Ипаки Держащий Прелюбодейцу Безумен И Нечестив Если 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 Усмотрено Будет Яко Оставила Мужа Без Вины То Он Достоин Снисхождения А Она Эпитемии Снисхождение Будет Будет Ему Оказано В том Да Будет Он В общении С Церковью Но Законно Сопряженную Себе Жену Оставляющей И Виную Берущей По Слову Господа Повинен Суду Прелюбодеяния Постановлено Же Правилами Отцов Наших Таковым Год Быть В Разряде Плачущих Два Года Слушающих Чтение Писаний Три Года Преподающих И В седьмой Стоять С верными И Так Осподобится Причащение Если Со Слезами Кается Будет Шестой Вселенский Собор Восемьдесят Седьмое Правило Детей Надо Охранять От Того Чтобы Они Не Приобретали Ложных Понятий О жизни Посредством Чтений Сочинений Наполненных Обольстительными Незбыточными Вымыслами Удалять Их От Дружбы И Сообщества С Дурными Товарищами Прелюбодеи Прелюбодейцы Не Знаете Лишь Что Дружба С Миром Есть Вражда Против Бога Итак И Кто Хочет Быть Другом Миру Тот Становится Врагом Богу Послание Якова 4 Глава 4 Учите Учите Тебе Покой И Доставит Радость Душе Твоей Книга Притчи 20 Глава 7 Стих 29 17 Стих Человек Радующийся О Детях И При жизни Видящий Падение Врагов С 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 Будет столько же благоприятная жертва Богу, какую принес Авраам, блаженный Августин. Особое попечение принадлежит остыдливости в детях. Волосы женщины даны вместо покрывала и являются ее честью, ее коса, ее краса. 1 Коринфянам 11 глава. Правила Василия Великого 96-го. И даже ради подвижничества, как было у Феодоры в память 11 сентября, Святая Наталья в память 26 августа, Архилая в 6 июня, запрещается стричь женщинам волосы, а мужам запрещено растить волосы длинными. Если которая жена ради мнимого подвижничества стрижет волосы, которые дал ей Бог в напоминание подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Ганский собор 17 глава. Все это ведет к стиранию полов, к мужеложству, что церковными законами карается, как смертный грех. Мужеложники и скотоложники, и убийцы, и отравители, и прелюбодеи, и идолопоклонники того же осуждения достойны. Посему правило, какое имеешь о прочих, соблюдая о сих. А о принятии каившихся тридцать лет в нечистоте, которую соделали в неведении, и сомневаться нам не надлежало. Ибо и неведение творит их достойными снисхождение и довольное исповедание. И про течение столь долгого времени. Ибо если едва не весь век человеческие предани были сатане, да научатся не бесчинствовать им. Посему повели уже неотложно принять их. И наипаче, если имеют слезы, преклоняющие тебя к милосердию, и являют житие достойное милования. Явившему неистовство на мужеском поле, время для покаяния да расположится сообразно времени беззаконовавшего прелюбодеяния. Грехи, бывающие от вожделения и сладострасти, разделяются следующим образом. Иной называется прелюбодеянием, а иной блудом. Некоторыми же тончайшими исследователями заблагорассудилась и грех блуда именовать прелюбодеянием, поскольку один есть законный союз жены с мужем и мужа с женой. Итак, все незаконное есть уже противозаконное. И берущий не свое, очевидно, берет чужое. По человеку дана от Бога одна помощница, и над женою поставлена одна глава. Итак, если кто стяжал себе по выражению Божественного Павла свой собственный сосуд, 1 Колоссянам или 4.4, тому закон естественный и предоставляет праведное употребление его. Но если кто обратится не к собственному, такой без сомнения чужой похитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное. Хотя бы и не было в виду владельца оное присвоящего. Посему строже исследовавшим сей предмет представляется блуд недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния. Ибо и Божественное Писание глаголит, для чего тебе увлекаться постороннею. Книга Притчей, 5 глава, 20 стих. Но поскольку к немощнейшим отцы являли некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие таковое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо без обиды другому, а прелюбодеянием навет и обида чужому союзу. К сему относят скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния против естества, поскольку причиняется обида и чужому роду, и притом вопреки естеству. При таком разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, да соделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к такому плодоугодию. Поскольку же у осквернившихся блудодеяниям не сопряжена всем грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, кои осквернили себя прелюбодеянием или иными постыдными деяниями, как то с мишением со скотом или неистовством к мужскому полу. И во всех случаях, как сказано мною, грех становится сугубым, един состоит в непохвальном состолюбии, а другие в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострастия, возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего недуга тем самым, что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под эпитемией более снисходительную, а уловленный возле или по некоему подозрению или по обвинению невольно облеченный подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен, таким образом принят был к общению святых тайн. Продолжение следует...